День открытых дверей для школьников сегодня прошел в парканской фирме «Агропарк». Школьникам показали современную сельхозтехнику, умные трактора и дроны. На экскурсии побывала и Владлена Донковцева. Девятиклассникам Слободельского района рассказывают и показывают, как работают дроны. В качестве образцов взяты мини-версии метрового летающего агродрона. Такие с воздуха тепловизором обнаруживают в поле мелких вредителей, могут распылять удобрения, а могут помочь во время облета заметить воришек, кукурузы. Все это видно на экране оператора дрона. Девятиклассникам дали поуправлять агродронами. Желающие были. Кто-то теперь даже всерьез задумался пойти учиться на оператора дрона. Тем более, что в столичном агроколледже открывается набор на эту специальность. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. То есть это будут люди, которые будут знать строение, знать особенности регулировки, накладки, программирование и, конечно же, управление дронами. Когда вы берете просто машинку и управляете ней, либо вы знаете, из чего она состоит и можете ее отремонтировать, наладить и запрограммировать. То есть там это действительно немножко сложнее. Школьникам показали и умную многофункциональную технику. Например, этот трактор со встроенным GPS-навигатором сам определяет границы поля, расчерчивает у себя в мозгах схему рядов для будущих посевов. Оператору за рулем нужно только следить за работой машины. А эта сеялка делает четыре операции сразу. Рыхлит, сеет, вносит удобрения, прикапывает. Заменяет несколько агромашин. Насколько далеко шагнула техника, как раз об этом говорили девятиклассникам сотрудники агрофирмы. Если раньше работа в поле была трудной и тяжелой, и по большому счету это был ручной труд, то сейчас все технологичнее. Специалистов в отрасли не хватает, рассказывает директор агрофирмы. Наш сектор аграрный нуждается в рабочих силах, в рабочих специальностях. Специальности, которые нужны для сельскому хозяйству. Это агрономы, это инженеры, это механизаторы. Ну, соответственно, и просто рабочая сила, рабочие руки. Школьники, которые сегодня пришли на экскурсию, живут в Терновке, Ближнем хуторе и Парканах. Большинство планируют после девятого класса поступать в колледжи и выбирают аграрные и технические специальности. Так, по крайней мере, говорят они сами. Автомеханик вообще. Электрик, автомеханик. В Бендеры, в технику, на инженер теплогазоснабжения. Планирую, наверное, пойти на инженера электрика. Последний школьный звонок для них прозвучит уже на этой неделе. Впереди экзамены. До определения жизненного пути школьникам осталось пару месяцев. Владлен Донковцева, Дмитрий Хаджиогла, ТСВ.